А чем дороже удобрения, тем выше цены на овощи и фрукты, даже на сезонные. За некоторые из них сейчас придется выложить больше, чем зимой. Впрочем, цифры на ценниках диктуют не только удобрения. Алгоритмы овощной арифметики в материале Павлина Василенко. Новый урожай, новые цены и гораздо выше прошлогодних. Подорожание есть очень сильно. В этом году мы получили только за последние два месяца подорожание борщевого набора в среднем больше, чем на 200%. Ну, например, картофель подешел всего лишь на 80% или на 5,5 гривен. А все остальные овощи борщевого набора, начиная от капусты, заканчивая морковью, подорожали в 2,5 раза. Лидер антирейтинга капуста, которая за два месяца выросла в цене в 4 раза. Не каждый также может полакомиться клубникой и черешней. Мне кажется, он немножечко выше, чем в прошлом году. Я овощи покупала в большей степени. Ну, фрукты чуть дороговатые. Все смущает, что у нас сейчас овощи в цену с мясом выходят. Продавцы на рынках цены на новый урожай связывают с погодой. Если идут дожди, то оно немножко идет дороже, потому что подвоз на Киев идет меньше. Сборка урожая идет тогда меньше. А когда жара и хорошая сборка урожая, подвоза больше идет на Киев и дешевле идет продукт. Это зависит все от природы. Какая погода, так и товар. Сухо, очень сильно засухо. Мотор не выключается. Мотор на городе не выключается. И мы несем такие убытки. Электрика, вы знаете, дорога. Ведром не полежу. А его нужно полить. Полить, опрыскать, прополоть и собрать. Для всего этого необходимо электричество и топливо. А чтобы хорошо росло, еще и подкормить. Но в последние годы азотные удобрения для украинских овощей и фруктов остались только импортные. У нас неадекватно, великая цена на всю энергию. На паливо, на электроэнергию. Без добрых не будет вам ни черешни, ни ягоди, ни огурьков, ни помидоров. Дешевых овощей и фруктов может быть только тогда, когда у вас действительно снижится цена. Первое, на минеральные добрые, они очень дорогие. Ну и желательно, чтобы подешевшего палива. Эксперты прогнозируют, в Украине цены и на другие продукты вскоре могут догнать европейские. Хлеб, мясо и молоко в зависимости от региона уже подорожали почти на 30%. Самая высокая стоимость этих продуктов в Днепропетровской и Житомирской областях. По мнению аналитиков, борщевой набор должен подешеветь к концу лета. А вот ждать доступных по цене ягод и яблок не стоит. Павлина Василенко, Любовь Кукла, Андрей Кузнецов. Подробности, телеканал Интер.